Девушки отдыхают Это наше любимое средство, которым мы так привыкли пользоваться и любим его. Почему? Мыло взяли, намылились, в мыльницу положили, оно киснет, нам не нравится. Кроме того, такое раскисшее мыло является и рассадником всяких неприятных инфекций, болезней и микробов. А гель для душа налил, нажал, намылился, удобно. Что еще? Как правило, гель для душа надо совсем немножко, да? Плюс гель для душа, если мы читаем, то есть усиливающие циркуляцию крови, антицеллюлитные, прохладительные. Увлажняющие. Возбуждающие. Конечно же, нам нравится, нам нравятся ароматы, это удобно и кажется нам, что это полезно. Хочу, опять же таки, возможно, кого-то разубедить, кого-то напугать, для кого-то, возможно, открыть новое. Но, к сожалению, это не так всегда бывает. И чаще всего гели для душа достаточно вредны, иногда просто опасны. Почему? Как правило, сейчас производители, просто по закону, они не имеют права скрывать, из чего же состоит продукт. А мы с вами переворачиваем и читаем. Мелкими очень буквами пишут. Да, 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 да. Минерал ойл. Кажется, какое-то минеральное масло. Конечно. А немногие знают, что минеральное масло, это, например, производная нефтеперерабатывающая продукция, не в самых, как бы сказать, чистых вариантах. И он отвечает за то, чтобы увлажнять. И вот это ощущение, когда мы намыливаемся, приятного скольжения, как раз это даёт минерал ойл. Почему это происходит? Оставляет на поверхности тонкую водонепроницаемую плёночку. Эта водонепроницаемая плёночка как бы закупоривает нашу кожу. И что происходит? Происходит эффект полиэтилена. Это углекислый газ, токсины, всевозможные продукты распада, пот. Он остаётся под этой плёночкой. Нас беспокоит сыпь по плечам и на спине. Это вот этот парниковый эффект. Скапливаются все продукты распада под кожей у нас. И получаются вот такие нехорошие высыпания. Это отрицательный эффект от того, что мы пользуемся гелем для душа. Причём мы делаем это часто. И не по 5 копеек, а вот такими вот жменьками, чтобы больше пены. А вот по 5 копеек есть такой лаурилсульфат натрия. Лаурилсульфат натрия. Он имеет разные обозначения. Бывают некоторые его там сульфат натрия, лауритум. Он отвечает за намыливание. В целом, он на самом деле кожу не вымывает. То есть если вы возьмёте обычную овсяную муку, то овсяная мука будет мыть тело и очищать гораздо лучше, чем этот компонент. У меня такое впечатление, что мы какой-то сплошной химией мылимся. Да, ещё влияет на эндокринную систему, на пищеварительную систему. И вызывает очень хорошее заболевание. Но ты научишь нас делать безопасный гель. Безопасный гель. Во-вторых, я научу вас сделать тот гель, чтобы он действительно работал и подходил под настроение. И можно его сделать увлажняющим, можно его сделать утренним каким-то бодрящим, можно его сделать согревающим. Давай. Очень быстро и очень просто. Для этого нам необходимо. Возьмите бутылочку от шампуня или от геля для душа, очень тщательно её помойте. Дальше. Мы берём основу. Есть вообще множество рецептов, как делать мыльную основу. Сухой кусочек детского мыла без всяких добавок натрите на мелкой тёрочке, залейте его немножечко водой и на водяной бане его растопить у вас получится мыльная основа. Без добавления воды. Без добавления воды. Если мы возьмём кусок детского мыла без ароматизатора, нам это хватит на такую бутылочку? Да, даже немножко останется. И получится, что гривны 3-4, максимум 5 мы потратим. Абсолютно верно. Теперь нам нужна вот такая чашечка чайная. Она у нас будет сложить мерным таким стаканчиком. Нам необходимы исходные мыльные основы, половинку чашечки и выливаем в мисочку. Надюш, ты пока можешь мне помочь подержать чашечку? С удовольствием. Так, дальше мы возьмём кипячёную водичку, можно минеральную водичку взять. И ни в коем случае не берём воду из-под крана, то есть должна быть водичка чистая, можно взять дистиллированную воду. И теперь мы отмеряем одну четвёртую чашки. Воды половина от количества мыльной основы. Да, абсолютно верно. Выливаем, но медленно-медленно, для того, чтобы не взбивать пену. А, пена, чтобы не получилось. Да. А почему это так важно? А потому что мы дальше будем смешивать ещё несколько ингредиентов. Если мы в спину взобьём, то весь гель у нас не влезет, придётся его куда-то выливать, переливать. В общем, это просто для удобства. Конечно. А зачем вообще нужно добавлять воду? Может использовать только мыльную основу? А, нет. Мыльная основа, если мы просто нальём, её будет расходоваться достаточно много. И не всегда мыльная основа хорошо пенится, да, вот как мы привыкли. И теперь мы добавляем, вот в эту, да, нашу основу, мы добавляем, грубо говоря, неполную столовую ложку морской соли. А это зачем? А это именно для того, чтобы немножечко сгустеть, и для того, чтобы потом наш гель для душа намыливался от пяти копеечек на всё наше тело. То есть благодаря соли получается вот эта пена обильная, да? Наверное, её очень аккуратно надо вводить. Тоже, да. И для этого же и вода, наверное, нужна, потому что, чтобы соль там растворилась. Да, да. Вот происходит вот то, что делают на заводе, добавляют только не воду, а лаурит сульфат, да? Слушайте, так видно же, что когда вмешиваем соль, загустевает на глазах. Да, да, абсолютно верно. Опять же таки, если вы хотите, чтобы более экономный был у вас гель для душа, то вы можете добавить немножечко больше соли. Но я рекомендую всё-таки сделать первый рецепт так, как мы и делаем, да? А потом уже можете экспериментировать в своё удовольствие. Я не думала, честно говоря, что это меня так впечатлит. Ты просто волшебница. Я это знаю, но я ещё учусь. И мы вместе с Олей тоже, правда? Спасибо большое. Теперь мы можем сделать ещё один момент. Можно оставить это вот в таком состоянии, а можно сделать, если вы хотите какой-то цвет, то необходимо взять какой-то пищевой краситель натуральный. Здесь опять же важно, что это безопасный краситель, который можно употреблять в пищу, а значит и для нашей кожи он будет... Абсолютно верно. Где можно купить красители? Я покупаю красители просто в супермаркете, в отделе, где продаётся всё для выпечки, желатин, специи. То есть там, как правило, это можно найти. Сколько добавить? А, видишь, у нас он зелёненький. Я добавила вот маленькую половиночку даже кофейной ложечки. Мы можем составлять ещё ароматические композиции. Что бы я посоветовала для гелей для душа? Можно использовать великолепные ароматы и букеты цитрусовых. Здорово. А мы какой сейчас добавим? Опять же таки, мы уже сделали определённый аромат. Здесь нотки апельсина, мандарина, лимонграсса. На такую пропорцию достаточно, ну, минимум 15 капель. Если вы активно используете эфирные масла, то, в общем-то, до 30 капель можно запросто. Кстати, в такой гель для душа можно добавлять масло зародышей пшеницы, немножко оливкового масла, масло авокадо, миндальное масло. Ну, по столовой ложечке будет достаточно. Когда покупаешь готовый гель для душа, всё-таки вот этот химический элемент, то, что этот аромат не очень натуральный, всегда чувствуется. Что бы ни писали на упаковке. А здесь натуральный запах. И что ещё можно добавить? Например, несколько капель витамина А и Е, которые мы покупаем в аптеке, просто сюда капнуть, и для нашей кожи будет абсолютным гарантом того, что всё с нашей кожей будет хорошо. И теперь мы берём вот такую вороночку и переливаем аккуратненько через воронку. Не старайтесь делать это быстро, потому что, напоминаю, мы можем получить пену. И лучше, чтобы всё-таки не было устойчивой пены в нашем геле для душа. Давай я буду наливать дальше. А если, например, такую бутылочку украсить, да, вот по своему вкусу, и так, как мы можем рукодельничать замечательно, то это будет и прекрасный подарок, сделанный своими руками, и более того, очень полезный подарок. Спасибо тебе, дорогая. И теперь расскажи, пожалуйста, как правильно хранить этот гель, как им пользоваться. Данный гель для душа, который мы сделали, абсолютно великолепно, будет жить на вашей полочке, в ванной комнате ровно столько, пока он не закончится. А когда он закончится, вы, конечно же, сделаете новый, с новым ароматом. Итак, для того, чтобы приготовить гель для душа собственными руками, необходимо взять мыльную основу. Напоминаю, мыльную основу можно изготовить самим. Натереть кусочек детского мыла на мелкую тёрку, залить его половинкой стакана воды и растопить на паровой бане. На одну-вторую чашки нашей мыльной основы мы добавляем одну четвёртую чашки дистиллированной, кипячёной, либо минеральной воды. Нежно распускаем в мисочке, добавляем 3 четвёртых столовой ложки соли и тщательно перемешиваем до образования единой массы, которая похожа на мрамор. При желании можно добавить четверть кофейной ложечки красителя, а также эфирные масла или масла по уходу за кожей, в тех пропорциях, которые вам нравятся. Перелейте это в бутылочку из-под шампуня или геля и пользуйтесь на здоровье. Спасибо, дорогая!